Индикаторы, которые строятся на графике по точкам, которые заданы в определенных числах, то они потом слетают. Те индикаторы, которые строятся по движению цены, они остаются на месте. Это хорошо видно, скажем, опять же, на предыдущем графике. Если мы сейчас возьмем, переключим с одного инструмента на другой, например, выберем Motor Sich, то заметьте, как пропадет сейчас зеленая трендовая линия, но при этом останутся индикаторы о скользящих средних на цене. Вернемся обратно к индексу украинской биржи, точнее к индексу РТС. Также его сбросим и посмотрим примерно на движение, которое происходило за все время. Также здесь отображается таблица всех сделок по выбранному индексу и вообще таблица всех сделок по рынку заявок на украинской бирже. Также в торговой системе для графиков есть удобная функция, которая позволяет накладывать один график на другой. Например, мы хотим проследить визуально за корреляцией индекса украинской биржи и индекса РТС. Для этого мы опять нажимаем на черном фоне графика, открываем контекстное меню и выбираем добавить график. Здесь мы выбираем новый источник, а тип графика нас интересует, цена другого инструмента. Выбираем новый источник и выбираем UX. Нажимаем да. Видим, как у нас добавился еще один инструмент помимо РТС. И здесь тоже нажимаем да. Вот теперь внимание, здесь мы обращаем главным образом на настройку привязки к осям. То есть здесь мы ставим уже привязку не к правой иси, а к левой иси. Нажимаем сохранить. И мы видим, как два графика друг на друга наложились. Давайте их немного растянем. Ну и даже для удобства сделаем один и другой вид линий. Чтобы нам было понятно. Давайте мы цвет линии поставим красный. То есть график РТС у нас красным отмечен. График UX у нас отмечен зеленым. Вот и таким образом мы можем проследить движение цен на нашей и зарубежной площадке. Видим, что у нас снижение примерно происходило почти одинаково. Ну, график РТС в данном случае он более спокойный, чем наш. Соответственно, таким вот образом используя данный инструментарий, можно накладывать графики по любым другим инструментам. Скажем, по двум бумагам или по индексу и бумаге. Вот, перейдем в следующую вкладку, которая есть в торговой системе. Это фьючерсы. И смотрим, что у нас сейчас торгуются два фьючерса. Это ближний и дальний фьючерсы. Выбирая определенный инструмент, он у нас также отображается на графике. Значит, здесь у нас практически используются все те же самые таблицы. Тот же котировочный стакан. Вот, но здесь уже для фьючерсов добавлены сразу таблицы с счетом. То есть, по которым можно следить за теми денежными средствами, которые есть в портфеле. И за теми открытыми позициями, которые были куплены или проданы в течение торговой сессии. Значит, тот же график. Та же текущая таблица параметров, которую мы видели на первой странице. Она просто здесь растянута на всю длину экрана. Те же параметры, которые можно выбрать. Ну, вот если мы сейчас нажмем редактировать, то мы видим, что здесь примерно все то же самое. Добавляем необходимые нам заголовки столбцов. Когда нас все устраивает, нажимаем да. И у нас вот есть необходимые нам данные. Скажем, тот же шаг цены. Гарантийное обеспечение, с которым торгуется контракт. Опять же таки, если его нету, можно его добавить. Вот он в данном случае отображается. То есть, покупая один контракт, который стоит в текущий момент 1382 гривны, мы покупаем его всего лишь по 20% стоимости от контракта. То есть, по 276 гривен. Дальше рассмотрим таблицы ограничения по клиентским счетам. Здесь отображаются те денежные средства, которые были заведены на срочный рынок. В данном случае мы видим, что у нас есть в остатке 700 гривен. Это означает, что на эти денежные средства мы можем купить как минимум два контракта. Ну и когда они будут у нас куплены, соответственно, у нас здесь отобразятся они в таблице позиций. Когда мы их будем покупать, у нас здесь будут отображаться данные, сколько мы всего купили контрактов за день, сколько всего продали контрактов за день. И вот результат у нас будет показываться в виде чистых позиций. То есть, если мы хотим, допустим, закрыть позиции и убедиться, что мы ничего не купили, больше сверх лимита и не продали, то ноль, который будет стоять в графе текущей чистой позиции, будет свидетельствовать о том, что у нас портфель пуст и все позиции закрыты. Перейдем теперь во вкладку портфель. И здесь уже мы смотрим на все, что происходит с нашим счетом. То есть, все операции, которые совершали в течение дня, купля-продажа, можно будет увидеть все эти операции в отображении на нашем портфеле. Ну, то есть, если мы потратили какое-то количество денежных средств, мы сразу увидим, какой у нас был входящий остаток, какой у нас текущий остаток и какое количество средств доступно. Ну, скажем, если у нас было в начале торгов 5000 гривен, какую-то сумму денег мы потратили, то здесь у нас в входящем будет отображаться 5000 гривен. Текущий остаток у нас будет уже меньше. Если мы потратим 2000, то здесь будет отображаться 3000. Если у нас какие-то еще есть активы, заблокированные под заявки, то эти активы в денежном исчислении будут отображаться в этой графе. И, соответственно, доступное количество уже будет меньше. Меньше по отношению к текущему остатку. Ну, вот можем выбрать любой другой счет и посмотреть. Скажем, у нас входящий остаток был 137. Заработали немного дельник, и он у нас увеличился по отношению к предыдущему торговому дню. Также это то, что у нас отображается в таблице лимитов по денежным средствам, которые заблокированы на счету в украинской бирже. Также у нас есть счет по ценным бумагам. Называется это таблица лимитов по бумагам. Здесь отображаются все бумаги, которые были куплены или проданы в течение торговой сессии. Те, которые были проданы в короткую, здесь у нас будет отображаться в виде отрицательного остатка. Те, которые куплены, отображаются, подсвечиваются зеленым и отображаются как длинные позиции. Здесь у нас есть средняя цена приобретения, количество, текущий остаток, который нам доступен реально. Вот и входящий остаток, который, тот остаток, который у нас был на начало дня. Также у нас есть точно такие же две таблицы по денежным средствам и по бумагам, но только уже на счету в Dragon Capital. То есть у вас есть ДЭП-счет и есть счет на украинской бирже. Для того, чтобы посмотреть, что у вас находится на ДЭП-счете, выбираете тот же код счета, но только уже без буквенного префикса. Вот и смотрим, что у нас тот счет, с которого снимается комиссия, сейчас находится в минусе на 90 копеек. И бумаг у нас на ДЭП-счете нет. Почему? Потому что мы их все перевели на счет в украинской бирже. Вот, теперь обратим внимание на клиентский портфель. Клиентский портфель – это та таблица, которая показывает нам общую эффективность нашей торговли за текущую торговую сессию. Ну вот, смотрим сразу на такую графу, как прибыль и убытки. Если мы торговали в текущую торговую сессию и сумма текущих средств у нас изменялась по отношению к входящим, то у нас здесь будет отображаться прибыль и убытки. Прибыль и убытки считается по полю текущие средства минус ходящие средства и получаем финансовый результат. Поскольку мы сегодня сделок не совершали никаких, то у нас ходящие и текущие средства одинаковые. Ну и, соответственно, тоже будет показываться процент изменения. Процент изменения точно такой же, как и процент изменения, скажем, по индексу. То есть мы можем примерно понять, как мы сегодня поторговали, хорошо или плохо. То есть если у нас процент изменения по портфелю выше, чем процент изменения индекса, то, соответственно, мы можем сделать определенные выводы эффективность по эффективности нашей торговли за текущий день дальше еще существует у нас удобный инструментарий как таблица по заявкам когда мы выставляем заявку в рынок если нам допустим через некоторое время сейчас переключимся на другую вкладку рынок заявок, еще раз вернемся к стакану если мы видим что у нас заявка допустим в стакане оказалась ниже всех остальных заявок и мы ее не видим больше, то мы всегда можем вернуться во вкладку заявки и найти ее здесь то есть это та таблица, как говорится, отправная точка вот эта таблица, где мы можем контролировать все наши выставленные, снятые, исполненные заявки если у нас есть какая-то заявка, которая нас не устраивает мы можем ее по-быстрому отменить также нажимаем на нее правую кнопку мыши и выбираем пункт снять заявку заявка моментально снимается и подсвечивается сразу вот таким серым цветом вот отсюда же мы можем также заменить заявку когда мы нажмем заменить, у нас откроется окно замены которые мы видели в самом начале окно ввода заявки и мы можем указать другие параметры также есть стоп заявки таблица стоп заявок, в которой мы можем выставить новую заявку или снять старую снимается она точно так же снять стоп заявку, либо заменить либо активировать вот если мы хотим посмотреть параметры, которые мы вводили в стоп заявку просто нажимаем на нее два раза кнопкой мыши открывается окно ввода стоп заявки проверяем наши параметры, которые мы ввели здесь если нас устраивает нажимаем ok и смотрим дальше также существует таблица всех сделок существует можно здесь отфильтровать таблицу и посмотреть только те сделки, которые мы делали за текущую торговую сессию либо можно посмотреть все сделки которые проходили по украинской бирже за текущую торговую сессию дальше у нас есть вкладка неторгового поручения неторгового поручения это модуль, который позволяет следить за переводом денежных средств когда вы переводите деньги с банка на драгон и с драгона с отчетов Dragon Capital на счет в украинской бирже подача неторговых поручений происходит через соответствующее меню неторговое поручение новое поручение на выбираем перевод DS и скажем мы хотим перевести с депо счета в Dragon Capital на счет в украинской бирже некую сумму денежных средств прописываем коды клиента наши коды клиента смотрим чтобы подтянулись наши имя и фамилия выбираем соответствующие площадки списание зачисления Dragon украинской биржи указываем необходимую нам сумму и когда все ок нажимаем подать подача неторговых поручений происходит с 10 часов до 3 часов дня соответственно в этот промежуток наши неторговые поручения принимаются и исполняются и как раз в этой таблице мы можем следить за ними если наше торговое поручение не исполнено то оно будет подсвечиваться синим цветом и будет стоять соответствующее состояние если оно еще исполняется и активно то это будет также видно в статусе нажав на него два раза левой кнопкой мыши мы можем видеть те параметры которые были введены ранее если скажем не торговое поручение отменилось по какой-то причине например оно снято нажимаем на него также два раза и видим комментарий отмены почему оно отменилось например здесь указываем неправильный биржевой счет то есть он просто был не найден либо что-то еще случилось переходим дальше в сообщение и здесь отображается сообщение которое можно отсылать и получать своему брокеру например выберем отправить сообщение и сразу видим список получателей если мы допустим хотим отправить сообщение своему брокеру пишем текст нажимаем отправить сообщение уйдет к брокеру и сопровождение